Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мне очень хочется торжественно вас поздравить с первым днём весны. Птички уже начали петь свои песни, природа потихонечку просыпается, но о природе думать мы сегодня не будем. Природу мы сегодня будем загрязнять, добыча нефти в игре под названием Турмойл. Зато это нам приносит охренительную прибыль. Ну а если вы хотите видеть больше серий по этой игре, вы всегда можете поддержать меня своими потрясающими, великолепными лайками. Ну и что ж, мэр нам хочет что-то сказать. Наша жажда нефти завела нас в пустыню. Здесь вы можете наткнуться на камни и алмазы в грунте. Начнём аукцион. Да, друзья, мой прошлый участок, он полностью истощён. Я попытался ещё в одном месте нефть добыть, но игра у меня вылетела, и поэтому пришлось начать запись заново. В общем, один участок мы, к сожалению, просрали. Зато мы теперь отправляемся в пустыню, где нефти, не знаю, но вроде бы, вроде бы, вроде бы, вроде бы в восточных и южных странах тоже много нефти. Может быть и там будет нефть? Ну, давайте добывать, да. В пустыне тоже может быть нефть. Там нету леса, он весь превратился в нефтяные залежи, и участки здесь стоят по две тысячи. Да, и из-за того, что игра глюкнула, я, к сожалению, потерял целых две тысячи баксов. Это крайне печально. Такс, ну и что? А чё? А, я не выбрал участок? Я думал, я выбрал. Ладно, давайте выберем этот. Это крайне печально, но всё равно я остаюсь самым богатым нефтедобывающим ремесленником и сильно опережаю всех своих конкурентов. Если вы видите алмаз, вам потребуется крот, чтобы достать его на поверхность. Я могу научить их этому ценному навыку. Жесть. А алмазы будут приносить прибыль мне или нет? Я никогда не сталкивался с алмазами. Ладно, давайте заглянем к дедульке. И что, купить крота? Или бы всё-таки подождать и купить уже сканирование? Эх, ладно, друзья. Походу, придётся покупать крота. Будем работать через крота. Такс, а что? А что? Купите некоторые из моих вещей, вы не пожалеете об этом. Прокачка крота алмазного стоит 20 тысяч баксов. По-моему, это слишком дохрена, и тратить я столько не могу. Ладно, едем копать. Мы с Жил сейчас устроим настоящую красоту в этой пустыне. И надеюсь, нефть будет стоить дороже. Кстати, а крот бесплатный? Да вы гоните. Крот бесплатный? А, нет, не бесплатный. Смотрите-ка, 100 рублей он всё же стоит. Почему цены здесь нету, я не понял. Но поглядим, кто же всё-таки ищет нефть лучше? Крот или же наш потрясающий лазоходец? И вот знаете, в чём печаль? Если вдруг я буду вести нефтепровод, и он упрётся в камень или в алмаз, это же может его повредить, да? Не знаю, друзья. Мне пока не приходилось с этим возиться, но зато здесь нефть находится прям-таки на поверхности, и до неё будет добраться легко. Охренительно много здесь нефти на поверхности. Ладно, давайте поставим сразу несколько повозок. И чёрт побери, это круто. Давайте прокачаем нефтепровод. Стоит это немного, зато нефти сейчас будет завались. Так, и где она будет стоить дороже? По-моему, она повышается справа. Да, пока мы туда доедем, как раз-таки цена неплохо вырастет. И крот, ну, практически оказался бесполезным. Да, какие-то участки он открыл, но походу без прокачек он особой пользы приносить, в общем-то, не будет. Так, вот повозок не хватает. Повозок, как всегда, не хватает. Слишком жёстко нефт качается в этот раз. Придётся строить их больше в самом начале. Но пока эта пустынная карта мне безумно нравится. Она прям вселяет в меня веру в то, что я стану ещё богаче. Конечно, хотелось бы, хотелось бы заработать побольше денег. Так, повозки. Успеете? Успеете вы доехать? Да, успеете. Наверное, нефть разливаться не будет. Я больше этой своей фатальной ошибки повторять не хочу. Так, даже можно немного иногда время ускорять, потому что за одну серию мы успеваем добыть не так много нефти, как хотелось бы. Чёртов, ты махатель шляпой. Ты лазоходец или ты... Где моя нефть? Я чувствую себя немножечко, друзья, как бы, так сказать, обманутым, наверное. Что это за хрень? Где моя нефть? Жесть. Ну, может быть, она... А вот она справа. Вот она. Кончик я только сейчас заметил. Как до неё добраться? Получится ли так, а? Давай, давай. Нет, она... Ведётся, ведётся, ведётся. Давай, давай, вот сюда. Ух, добрались. Пришлось потратить, конечно, уйму денег. Так, а здесь мы всю нефть практически полностью выкачали. Очень жалко. Не знаю, сколько нефти будет здесь, а её там вроде бы немного. Может быть, ещё немножко выше надо вот сюда. Эх, она с перерывами идёт. Да, совсем уж маленький резервуар. Что ж, мне что-то уже не так сильно нравится эта местность, как это было в начале. Здесь нефть мгновенно закончилась и принесла мне, в общем-то, не так много денег, как хотелось бы. Я покупил крота в надежде его прокачать, но прокачка, оказалось, стоит целых 10 тысяч баксов. Так, ну ещё нефть, да? Блин, пока я на это не способен. И к тому же, как я буду направлять крота на добычу алмазов? Если окажется, что алмазы приносят деньги, что было бы логично, то это, наверное, окупит себя. Но вот что-то я сильно в этом сомневаюсь и хочется всё же купить сканер. Так, ну что с этим участком не так? Так, почему лозоходцы у меня просто-напросто халтурят и дурят меня? Где моя нефть, ну? Да вы прикалываетесь, чуваки, вы чё, ну? Давайте несколько кротов запустим, что ли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Разлив, разлив, разлив! Как это вы не справились? Как это вы не справились? Жесть! Что с этой пустыней не так? Она должна меня была радовать, а в итоге она меня просто-напросто огорчает. Давайте чисто кучу кротов запустим, посмотрим, насколько это эффективно. Может, они приведут меня всё же к успеху. Потому что лозоходцы сегодня просто... Я их хочу всех... Я не буду говорить. Это жестоко. Я просто хочу, чтобы они исчезли с лица этой земли. Ну и кроты тоже. Видите, как ищут? Они только слегка пророют, несколько участков откроют. Их надо запускать целую армию, чтобы какую-то пользу они принесли. Лучше бы я покупал сканер. Блин, пипец. Ну и что дальше делать? Здесь нефть закончилась. Лозоходцы нихера не ищут. Здесь тоже непонятно. То ли мне вправо рыть, то ли мне влево рыть. Ну придётся за свои деньги исследовать эту местность. Уже практически... А вот нефть, кстати, да. Он немножко промазал. Нашли всё же. Повезло. Повезло. Уже практически полгода прошло, да? Ну не полгода. Ну много прошло времени, а я ничего ещё и не заработал вовсе. Так, с денег дороже. Слева, в общем-то, довольно дорого, но цена растёт у нас справа. Надо, наверное, больше внимания уделять резервуарам. Но почему я не строю резервуары, друзья? Вы же знаете, резервуары занимают кучу места. И порой просто в необходимом месте сложно построить свою вышку. Короче, друзья, мне нужно купить разветвлитель. Тогда я смогу строить и резервуары. Так, здесь цена больше, да? Справа. Смогу строить и резервуары, и добывать всю нефть. Вы спрашивали, почему я не использую их, потому что они ещё не куплены. Я не знал, что важнее покупать в тот или иной момент. Для меня это как бы игра, в принципе-то новая, играю я в неё мало, и не все особенности и фишки знаю. Не знаю, что в первую очередь стоит прокачивать. К тому же, я вообще первый раз прохожу компанию. Я играл в обычные левелы, а вот в компанию как бы не приходилось, не приходилось. 8400, что-то... А вот, кстати, нефть, по-моему. Да, 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 да. И что-то мне подсказывает, что здесь её будет много. Давайте проверим. Если много, я тогда сразу улучшу вот нефтепровод. Стоит оно того? Да, стоит, наверное. Погнали, погнали, погнали. Так, где нефт дороже? Где слева? Дороже не... А нет, справа, 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 туплю, туплю. Извините меня, мои нефтедобывальщики и кроты. Меня, честно скажем, огорчили ничуть не меньше, чем меня огорчили грёбаные лозоходцы. Так, надеюсь... А чё нефть идёт с перерывами? Тут же её вроде довольно много. Почему она... Почему? Не могу понять. Почему нефть идёт с перерывами? У меня что, третьего уровня нефтепроводы? Вроде бы нет, они все второго. И должна непрерывно идти струя с нефтью. Но этого не происходит. Тут, кстати, нефть закончилась, да? Ну, давайте исследуем. И опять же спрашивали, почему я рою наугад? Друзья, ну вы же видите, лозоходцы какие-то, товарищи. А вот и камень, кстати. А нет, смотрите-ка. Камень, в общем-то, никак не мешает, но походу через камень трубопровод проводить сложнее, либо у него пропускная способность будет меньше. Не знаю, если честно. Так, согдела заходят. Он же тут где-то был. Я его разве не поставил? Давайте поставим. Моя ошибка. Ну, десятку, десятку уровень мне принёс. Ну, в общем-то, могло быть и хуже. Вся надежда на левую вышку, что она меня озолотит и что мы успеем всё выкачать. Ну и центральная тоже меня должна порадовать. Давайте, может, немного ещё проведём. А может быть, даже 20 тысяч баксов получится заработать, даже несмотря на то, что, блин, здесь много нефти. Даже несмотря на то, что я разлил немного нефти и мои поиски были не особо удачные. Походу, это всё. Да, друзья. Лазоходцы просто покинули эту территорию. Нефти больше нам здесь не видать. По всей видимости. Да, добываем. Оставшийся участок. И, друзья, уровень заканчиваем досрочно. Хотя уже октябрь месяц. Сейчас и так год закончится. Эх, не успел я. Болтал, 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 болтал. Нет, ноябрь, да. Что-то я спутал. Октябрь с ноябрём. Вот это надо было опозориться. Так, друзья. Так, куда нефть? Ну, какая разница уже? Хотя справа всё же стоит немного дороже. Давайте направо продадим. Не знаю, успеют они довезти её направо или нет. Да, не нужно было копать здесь. Это ошибка моя. Я пожалел, что прокопал. Но да ладно. Всё равно в плюсе. В плюсе. Может быть, даже купим сейчас радар, друзья? Это будет самое охренительное моё приобретение за всё время. Оно-то меня и озолотит, я надеюсь. Ну, смотрите-ка. Почти всю нефть добыли. Если бы мы раньше начали копать слева поглубже, то заработали бы больше. Разлил я буквально пару капель и штраф минус две с половиной тысячи. Да вы обезумели. Почему так дорого? Почему, чёрт побери, так дорого? Но всё равно больше всех. Что ж, друзья. Я... Я не знаю. Я пойду в банк. Я возьму кредит. Тысячи на три. А хотя 37 тысяч у меня и так... Мне хватит, да, наверное? Давайте на две возьмём. А, это получается с кредитом, да? Всё, я взял кредит, да? Взял. Хорошо. Взял кредит, друзья. Идём в мастерскую. Покупаем, наконец-таки, сканирование. Эх, берём новый участок в мэрии. И сейчас начнётся ад. Нефтедобывающий ад. Я буду занимать первые места, я надеюсь. Только не трогайте мою бабульку. Не смейте бабульку сгонять с центральной зоны в пустыне. Я чувствую нефть. Я пророк. Я экстрасенс. Я нефтепредвидевальщик. И она там есть. Она там есть. Или я, не я. Окей, друзья. Окей. Что мы имеем? Давайте для начала всё же построим лазоходца. Потому что сканирование, это как бы дело довольно-таки дорогое. Насколько я знаю. Посмотрите. Да, это стоит. Хотя не так уж и дорого. А можно ещё больше сделать участок? Нет? Ну, это максимально. И стоит это всего лишь 250. Это реально позволит сильно сэкономить. Жесть. Так. Ну, нефть пока найдена. Пока начнём добывать. Потом, когда появятся первые деньги, я уже начну потихонечку использовать сканер. И мы разблокируем абсолютно все участки. Сэкономим кучу денег. И я всё же не купил разветвитель. Разветвитель. Что это за место такое прекрасное, друзья? Вай, 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 вай. Какая красота. Мне понадобятся повозки, чтобы справиться с притоком нефти. Пэмс, пэмс, пэмс. Ща начнётся, друзья. Адское выкачивание. Даже ещё одну построю. Фух. И продавать. Куда будем продавать? Шестнадцать центов нефть стоит справа. Да вы смеётесь, что ли, надо мной. Это просто ни в какие ворота не лезет. Блин, тут вся земля, что ли, состоит из нефти. Поглядите, сколько её там. Это же просто сведёт с ума такое количество меня. Эээ, повозка, повозка, повозка. Слишком много нефти. Мы не справляемся. Жесть, как же её много. Так, продаём слева. Окей. Я бы сейчас начал пользоваться сканером. Но что-то я, честно говоря, боюсь, что опять придётся тратить деньги на повозку. А у меня этих денег может не хватить, как в прошлый раз. И в итоге я опять лишусь двух с половиной тысяч баксов. Лучше построить несколько лишних повозок, да? Но зато знать, что я не буду оштрафован. Так, девять повозок. Думаю, этого достаточно. Можно использовать сканер. Заюзаем мы его где-нибудь вот здесь. На максимальную территорию, площадь и... Это что? А что это зелёное? Это нефть! Сколько её здесь! Да вы серьёзно, что ли? Вот это да! Ай-яй-яй, мне понадобится больше повозок. Вот вы видите, друзья, насколько сканер — это величайшее изобретение человечества в принципе. Это прекрасная зона. Мне повезло с количеством нефти. И я говорил, что я пророк нефтяной. Я говорил, что я чувствую её своим нутром, что у меня нюх, как у собаки, только на нефть. Не знаю, собака чует нефть или нет. Нефть вообще пахнет? Я вот не знаю. Я не нюхал никогда нефть, друзья. Ладно. Хорошечно, друзья, хорошечно. Здесь прокачан трубопровод. Я могу его ещё усилить, но тогда... По-моему, тогда можно будет реально тронуться крышей от количества. Так-с. Да, а давайте. А давайте сделаем так, чтобы мы добыли нефть максимально быстро. А, он же там прокачан не был. Это просто он строился, поэтому мне показалось, что он прокачан. Давайте ещё и здесь посмотрим. Может быть, и здесь мы найдём такую же золотую жилу. Давай, скажи, что здесь тоже нефть. А, она тоже здесь есть! Пипец, а сколько её здесь? Ну-ка, просто хочется понять. Чтобы лишнее место не копать. Нет, здесь её немного. Давайте здесь исследуем. Это довольно дёшево. Чёрт, гораздо дешевле, чем копать в никуда. Надо ещё в центре посмотреть. И такое количество нефти я, возможно, даже не успею добыть. А вон камень. И, кстати, немного нефти. Придётся ещё раз прокачать трубопровод. Вы уж, друзья, не вините меня. И не обижайте, но нефть сейчас польётся просто из-за всех щелей. Просто скоро фонтанировать она будет. Фонтан из нефти, это же прекрасно. Почему меня за это штрафуют? Я не понимаю. Я в начале видоса сказал, что мы о природе сегодня не думаем, что мы занимаемся только лишь добычей нефти. В чём проблема? В чём, как бы, ситуация? Я не понимаю. Так, ладно. И ещё и цена на нефть большая. Что здесь? А вот здесь уже ничего, да, к сожалению. Где можно ещё найти участок? Что, будем копать сюда? А через камень я могу копать или нет? Давайте, может, здесь где-то исследуем место. Так, 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 так. Ну, давайте так. Ну, чё-то как бы не особо, друзья, если честно. А чё её так мало течёт? Разлив, 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 разлив. Разлив? Ну, какой разлив? Ну, я же выкачиваю нефть. Ну, как она разлилась? Её же доставали. Какого хрена она разлилась-то опять? Ну? Что за жесть? Как так произошло? Стояли же повозки и хотели её добывать. Почему она разлилась? Ну, ладно, разлилась буквально несколько капель. Я не думаю, что это особо критично будет. А вот опять разлив. Добывай нефть, ну, выкачивай. Какой разлив, чуваки? Да какой? Ну, они же стояли, выкачивали. Что за жесть? Ага. Копать дальше нельзя. Окей. Через камень всё-таки не копается. Но я, по крайней мере, попробовал. Я не могу больше. Стойте. Дайте мне нефти. Нефти. Ну, я не успеваю добывать её. Слишком много. Опять разлив. Ну, как с ним справиться? О, вроде бы справляемся. Пипец. Ещё отсюда нефть пошла. Ха-ха. Что за жесть? Выкачивайте, выкачивайте, выкачивайте. Ха-ха-ха. Мир будет уничтожен из-за нефти. Что за... Я, походу, все деньги потрачу на... На выплату штрафов. И денег, в общем-то, не так уж и много почему-то. Я думал, будет больше. Не надо было такую жёсткую трубу делать без прокачанных правовозок. Но будет мне, друзья, опыт на будущее. К такому количеству я не был готов. И сколько бы повозок сюда не подходило, всегда их мало. Всегда всё равно идёт разлив. Буквально какое-то чудо меня спасает от... Опять... Они же стояли качать. Как это работает? Я не понимаю. Блин, безумие, друзья. Я банкрот. Я лишился всех денег из-за вреда природе. А так всё прекрасно уже начиналось, да? Вся надежда на то, что... Я не знаю, что сделать. О, закончилась нефть, друзья. Закончилась. Давайте, выкачивайте. Она закончилась. Ура! Не думал, что такое скажу. Или не закончилась ещё? Нет, ну закончися уже. Ты меня лишишь всех денег. Ты должна была примкнуть ко мне, а не к коврагу. Ты почему же? Что за жесть? Надо поставить... Я поставлю рядом резервуар. Пускай какое-то количество нефти... Ой, у меня цена маленькая совсем. Пока я следил за этой вышкой... Пипец, ошибка. Пока я следил за этой вышкой, я лишился всех денег. Пипец. Я просто не знаю. Ладно, всё. Мы здесь закончили. Надеюсь, сюда хотя бы смогу прокопать. И здесь тоже будет нефть. Камень! Ну какой камень? Ну пипец. Мерзкое место. Мерзкое место. Где дайте мне мои деньги? Давай качать отсюда, чувак. И вот так ещё давайте сделаем. Отсюда тоже будем качать. Ну поглядим, может где-то здесь ещё нефть есть. Потому что, типа... Там камень! Да, вон ещё есть немножко нефти. Да, пока ещё не закончено, друзья. Миссия моя только началась. Давайте ускорим работу наших компаний. Может быть отсюда ещё нефти немного выкачать? Давайте. Она, в общем-то, на поверхности находится. Я не думаю, что это будет стоить дорого. Мы всё же больше заработаем, наверное. Ну, прибыль-то хорошая. Прибыль-то хорошая. Но только... А может быть здесь ещё где-то есть? Ну ладно, будет мне опыт на будущее, друзья. Уж извините. Не заметил, да? Я изменения цен таких жёстких. Камней здесь много. Но вот без радара я бы здесь вообще, наверное, все деньги потратил бы на разбитые буровые установки, которые разбивались об камни. Очень неприятное место. Зато сколько денег заработал? Если бы я ещё не затупил со стоимостью, вообще было бы прекрасно. Ну сколько? Сейчас только август. Полгода прошло, друзья. Ну как? Большая часть, конечно. Но мы ещё не всю нефть добыли. Давайте попробуем прокопать, может. А хотя стой, не надо копать. Надо посмотреть, есть ли здесь нефть. А, в общем-то, мы из этого-то участка не успеем всё добыть. Зря только 250 рублей потратил. Ладно, ускоряемся и... Может уже год закончить? Не, уже докачаю, докачаю, всё. Даже давайте сделаем так. Небольшая стоимость, но зато сможем выкачать этот участок тоже до конца. Опять стоимость. Смотрю не туда. Сорянчик. Ну, блин, большие деньги меня ждут. Успеем всё добыть, нет? Прокачать с 250, друзья, или не прокачать? Или уже не надо? Ладно, не буду тратить деньги. Сейчас я дам тысяч пять добрых на штрафы. Кто меня вообще штрафует? Тогда не было никаких служб, занимающихся этими вещами. Какого чёрта? Просто ужасное место. Эх, пустыня, ты меня огорчаешь. Ты меня, пустынька, огорчила сегодняшним днём. Но заработал я много. Если бы не тупка, если бы не проблемы со стоимостью, если бы не трата денег на штрафы, это было бы великолепно. Ну, поглядим, сколько я всё-таки просрал бабосов по своей глупости и ошибке. Сколько бабосов я просрал. Уже менять место скупки нефти я не буду, потому что уже конец месяца, осталось несколько дней. Добыл зато всю нефть, друзья. Практически всю нефть. Но зато 22 тысячи, да? Ну, слушайте, расходы, долг банку. Банк у меня, кстати, сразу все деньги забрал, так что я в любом случае в плюсе. Сколько заработали мои оппоненты? Хрен вам всем. Я всё равно круче. Бабуля-бланш непобедима. Ну и, друзья, пока на этом всё. Большое спасибо за внимание, за просмотр. Если вы хотите видеть больше нефти, не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч. Всем удачи, всем пока. Будьте счастливы. Покедова.